У нас был урок труда, нам учительница объясняла, что делать. И вдруг к нам ворвались два старшеклассника, одетые в черное, подошли к учительнице и стали наносить удары ножом. Мы испугались, стали кричать, помогите, отходить к окну. Второй старшеклассник стоял в дверях и не выпускал нас, когда мы хотели пробраться к выходу. Когда мы к нему подходили, он выставлял нож. Когда мы убегали, первый старшеклассник стал наносить удары ножом и нам. Когда он нанес мне удары ножом, я отбежал к окну, тогда ко мне подошел второй старшеклассник. Жестами показал, что не будет меня бить, потому что я поднял руки. Один мальчик побежал к двери, тогда второй старшеклассник нанес ему удар ножом. Уличив момент, все побежали к двери, убежали, старшеклассники все делали молча, по именам друг друга не называли. Страшно представить, но это прямая речь четвероклассника. Мальчик рассказывает о том, что происходило в понедельник в пермской школе номер 127. От этой жуткой и неоднозначной истории мы решили оттолкнуться и поговорить, насколько безопасно в наших школах. Вы смотрите программу «На злобу дня» на своем ТВ. И, как всегда, вы, уважаемые телезрители, можете принять участие в нашей беседе. У нас есть телефон для прямого эфира бесплатный 8 800 707 0226. Звонок бесплатный, хоть с домашнего, хоть с мобильного телефона, из любого региона. Звоните. Можете отвечать на вопросы, а вот, допустим, с легким ли вы сердцем, вы отпускаете детей в школу? Не боитесь ли, что за эти 4-5 часов что-то может произойти? В общем, любой звонок по теме мы обязательно примем, обязательно с вами поговорим. И у нас есть еще вопрос, который мы задаем в рамках нашего интерактивного голосования. Вот, на ваш взгляд, обеспечение охраны безопасности в школах – это задача государства, это задача администрации школы или задача администрации школы и родителей. То есть, кто должен этим заниматься, на ваш взгляд. Номера телефонов есть, номера эти тоже бесплатные. Звоните, ваше мнение по ходу программы, будем узнавать. Итак, вопросы есть, вопросы эти периодически будут на вашем экране появляться. Прежде чем начать обсуждение в студии, я предлагаю вам и нашим гостям, уважаемым, посмотреть сюжет, который нам прислали наши пермские коллеги. Полтора десятка пострадавших, большинство – дети. Таков итог конфликта в Мотовилихинской школе. Официальная версия выглядит следующим образом. Молодые люди затеяли драку между собой. Случилась драка с применением холодного оружия между двумя подростками с 17 и 16 лет, которые имеют отношение к этой школе. Произошло это в одном из классов учебного учреждения. Как только в школе начался конфликт, очевидцы событий попытались покинуть место происшествия. Бежали в ближайшее теплое место – торговый центр. В школу машины скорой помощи выехали незамедлительно и были на месте в течение 10 минут после вызова. Работали 8 бригад скорой помощи, 2 реанимационных, 2 педиатрических и 4 линейных врачебных. Госпитализировано всего 12 человек. Трое из них – женщина, двое подростков 15 и 16 лет, в 4-ю клиническую больницу города Перми. 9 детей с непроникающими ранениями в краевую клиническую детскую больницу. В 4-й больнице в данный момент все поступившие находятся в операционных. Дети в 15-й детской больнице – состояние средней степени тяжести, без угроз для жизни. К этому часу в городской клинической больнице номер 4 по-прежнему находятся трое пострадавших. Двое молодых людей в состоянии средней тяжести. Учительница находится в реанимации. Состояние тяжелое, но имеется положительная динамика. 9 школьников размещены в краевой детской клинической больнице. Состояние средней тяжести. Один ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии с положительной динамикой. Угрозы жизни нет. По поручению председателя Следственного комитета России уголовное дело о причинении ножевых ранений школьникам в Пермском крае передано в производство главного следственного управления Следственного комитета России. Следствие пока не направило в суд материалы для вынесения меры пресечения. Станислав Уланов, Роман Попов, телекомпания «Ветта». А вот теперь новость для дня сегодняшнего. Следствие передало материалы в суд для избрания меры пресечения. Уже вот этим зачинщикам по ножовщины была избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. Они пока остаются в больнице, когда медики скажут, что они готовы к тому, чтобы перевестись в СИЗО. Они в СИЗО перейдут. Учительница в себя пришла, накануне с ней общалась министр образования. Первое, что она спросила, как там мои дети. Это вот настоящее учительница. И сожалею, что не получилось всех их спасти, но во всяком случае от травм, которые они получили. В общем, у нас с вами нет задачи сейчас разобраться, действительно ли это было нападение, или они друг с другом дрались. То есть мы такую цель сегодня в программе не ставим. Вот мы хотелось бы нам с вами пообщаться, насколько безопасно наши дети себя в наших школах ощущают. И вообще, ну стоит ли переживать родителям, вот мне как родителю младшеклассника, стоит ли переживать о том, что там в школе будет происходить и что происходит. Я бы хотел сейчас с директорами школы, уважаемыми, поговорить, которые у нас в студии. Вот в тот момент, когда все это произошло, выяснилось, что посторонних-то в школе не было. Вот, ну то есть парень даже тот, который он то ли отчислен, то ли, ну у него был пропуск, он мог проходить. Его знает в лицо охранник. Получается, что от такой ситуации в школе, ну не застрахован никто. И это ж я сомневаюсь, что когда дети приходят в школу, охранник говорит, откройте, посмотрим, нет ли у вас ножа, нет ли у вас какого-то еще предмета. Действительно ли так? Ну он же не может, не проверяют же охранники это все? Ну у охранника и нет таких прав обыскивать. Единственное, когда проходят кто-то взрослый или посторонний. Они обязательно должны предъявить, и охрана у них спрашивает паспорт, свлечают фотокарточку в паспорте с человеком, который предъявил этот документ, записывают свой журнал и выясняют цель прихода. И если они видят, что у него находится сумка, там портфель, то они обязательно должны предложить ему, откройте, пожалуйста, покажите, что у вас. Точно так же, если видят, что одежда там, тоже просят расстегнуть и показать, что они пришли с миром и добром в это образовательное учреждение. Но это вот вы говорите по поводу посторонних людей. Но с другой стороны, да, точно так же и учащихся, которые если вызывают, они опасения. Видимо, здесь он не вызвал опасения, раз это учащиеся этой школы. А вообще, вот я тоже, я считаю так, здесь опять-таки человеческий фактор. Вот злополучный человеческий фактор. Если тебе расписана инструкция, то я считаю, что в соответствии с этой инструкцией охранник и должен поступать. Вот если мы каждый на своем месте будем выполнять то, что нам положено, наверное, как можно меньше будет вот таких ситуаций. Ну вот и все-таки, Александр Анатольевич, вот нельзя такого избежать, да? Вот нельзя избежать того, что придет ребенок с ножом, мат, в следующий раз он с пистолетом придет, потом еще что-нибудь там принесет нехорошее в рюкзаке. Микрофон, пожалуйста, ближе, Александр Анатольевич. Да, если мы, наверное, заранее все узнали бы, гораздо таких бы ситуаций не было. Но люди сейчас ситуации такие, школа имеет традиции, любая школа, да? И эти традиции нарабатывались годами, и выпускники имеют право приходить в школу. Но с учетом таких вот ситуаций, которые разбираются в администрациях, да, как бы у нас есть предписания, мы сейчас не имеем права просто так пускать детей. Я не обсуждаю, хорошо это или плохо, есть такое решение, которое мы как директора школы должны выполнять и несем ответственность за это. И вот у нас сейчас вот приезжают выпускники нашей школы, которые в военных училищах учатся, и они не могут попасть на день выпускников в то время, когда мы, в принципе, можем с детьми вот показать, посмотреть, погордиться. Я им говорю, ребят, я вас с удовольствием встречу, но встречу, например, 5 февраля, когда будет вечер выпускников. Ребята говорят, у нас заканчивается отпуск, мы служим там в Краснодаре, в других моментах. Что я делаю? Я беру, так как не веду уроки, я беру этого ребенка и с этим ребенком хожу по школе. Но я мало одного ребенка, 2-3, а есть их 20-30. Поэтому наша задача, мы видим, что мы с детьми должны проговаривать эту ситуацию, что, к сожалению, такая ситуация, мы должны создать безопасные условия. Ребят, давайте все-таки понимать, что учебный процесс, и мы, к сожалению, или к радости, но мы режем иногда вот эти связи с нашими выпускниками, которые есть. Я думаю, что наши выпускники понимают, с чем это связано, и ради безопасности готовы на это путем. Опять, Алексей Андреевич, вы говорите опять про выпускников, мы опять говорим про постарных людей, которые могут по паспорту пройти. Здесь обычный школьник, старшеклассник. Это был учащийся этой школы, который просто уже какое-то время не ходит. Но действительно, друзья, товарищи остались, да. Да, поэтому я еще раз говорю, что человеческий фактор, с которым должны проговаривать, мы должны вести беседу, это единственное, что пока мы можем сказать в этой ситуации. Пока мы не увидим окончательных выводов, что, зачем и почему было в этой ситуации. А вот я у ребят сейчас у школьников спрошу, ну вот серьезно, можете в школу пронести все что угодно, там, петарду я не знаю. Нет, нет, я не понесу, потому что ты молодец. А вот в целом, да, какие-то вот школьники, которые, друзья ваши, одноклассники, что-то проносили, что-то могут пронести такое незаметно в школу? Ну, честно, да, вот сейчас Алексей Анатольевич отвернулся. Ну, я как ученик нашей кадетской школы могу сказать одно, что просто зайти на территорию школы с посторонним предметом не получится, так как во время прохождения через пост идет проверка. Проверка идет именно охранникам, и после этого мы проходим через пропускной, так скажем, у нас режим, через карточки. Идет второй пост уже на месте школы, когда мы заходим. Там проверяет нас офицер, который является дежурным на данный промежуток времени. То есть у нас полная безопасность в школе, и что-либо пронести. Ну, в рюкзаки-то не заглядывают к вам, парни? Ну, не заглядывают же в рюкзаки. Нет, ну, я не могу ничего сказать. Ну, ладно, тут можно сказать человеческий фактор, который позволяет и может сказать, что у этого человека ничего нет. Допустим, если какой-то человек, как говорилось ранее, будет подозрителен, то у него могут попросить, там, показать. Ну, так у нас все на самом деле тихо и безопасно. Сергей, у нас проще, у нас дети все в военной форме, и если кто-то придет, мы сразу это будем видеть. Если кто-то придет с ножом, скажет, что это по форме, да? Ну, дети узнают все равно ситуацию. Не, ну да, тут школа такая, такая, может быть показательная. Я вот ребятам тогда повыше микрофон, пожалуйста, передайте, и все поближе микрофон держите. Еще одна просьба. У вас как в школе? Ну, то есть, были ли случаи, вот, допустим, вот вы сидите в классе, и вам кто-то говорит, а вот у меня, смотрите, там, бабочка, а вот у меня там еще что-то, пакетик, что-нибудь. Ну, я не знаю, как там у вас, директор отвернулся сейчас. Ну, на самом деле, таких случаев... Возможно, но мне кажется, что лучше не стоит. Ну, вот смотрите, вот вы отличница, да, наверняка? Нам других не водят. Допустим, вы узнали, что у кого-то, у кого-то нож, у кого-то что-то. Вы скажете сотруднику школы, кому-то охране, скажете, что вот ребенок пронес там с какой-нибудь гадостью пакет, или там пронес нож вот у него или что-то в этом роде? Ну, в первую очередь, я, конечно же, обращусь к руководителю, к классному, к учителю, который сейчас находится в кабинете, а потом я незамедлительно, наверное, все-таки отправлюсь к охраннику на первый этаж и сообщу о том, что вот ребенок, ученик, подросток действительно сейчас имеет при себе какое-то оружие, там, холодное, не знаю. Но, как бы, сейчас речь идет не только о моей безопасности, а о безопасности вот тысячи, двух тысяч, пяти тысяч человек, детей, которые находятся вместе со мной в этом учебном заведении. И, как бы, вот сейчас, на мой взгляд, если я промолчу об этом, то я буду иметь, как бы, на себе, на своей совести то преступление, допустим, да, что я скрыла, сокрыла, что у кого-то находится нож. Мало ли что случится. Ну, вот опять, если мы будем возвращаться к истории в Перми, там был и такой момент, что за день до этого одноклассник или друг вот этого, я даже, если честно, не запоминал их имен, вот этих парней, да, биджаков, вот, ну, в общем, его одноклассник знал, он сказал, что завтра что-то будет, вот, а он никому не решил, что он пойдет, почему-то он для себя решил, что он пойдет жить самоубийством в школе покончить, на следующий день пришел, его нет, никому не сказал, и вот в итоге, вот, во что это вылезет? Ты бы сказал, вот ты парень, да, вот, увидел, что он отличник тоже. Что? Отличник тоже. Да. Не все отличники. А, нет, мы тут не все отличники, вот. Но, тем не менее, на самом деле, вот, Алина была абсолютно права, то, что тут ты несешь ответственность, если ты знаешь о таком, вот, как ситуации, как вы сказали, и, конечно, тут должны быть хорошие отношения с учителями, чтобы ты пошел и сказал об этом, не каждый ребенок способен на такое, всегда нужно думать, вот. Ну, если хорошее отношение с учителем, вот, то, конечно, я пойду и посоветую с классным руководителем. Знаете, вот мы говорили, телефон прямого эфира, 8 800 707 на 26, у нас есть звоночек, и у нас звонок издалека, если я правильно все понимаю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Да, я звоню вам из Перми, я мама одной из пострадавших учениц этого класса. Мне бы просто хотелось высказаться на тему безопасности в школах. Давайте просто мы с вами посмотрим на тему безопасности несколько шире, и не будем распихивать сейчас всю вину на недоглядевших охранников и на всю систему охраны вообще в школе. Эти случаи могут повториться в любой, даже самой защищенной школе нашего государства. Дело немножко в другом. Дело в том, что социально опасные подростки в школах есть, в любой школе, я думаю, они есть. Но, к сожалению, с ними систематически не работают. Их не прослеживают, как они развиваются, какая у них динамика в их психике, что они в конце концов выкладывают на своих страницах, в соцсетях. За этими детьми, к сожалению, не следят. И поэтому появляются такие случаи, которые приводят к таким последствиям. Ну вот, скажите, хотя мы пообещали сегодня нашим телезрителям в программе особенно не разбираться в этой ситуации, как там было в Перми, вот с точки зрения вот этих разных историй, да, кто-то говорит, что просто дрались, кто-то говорит, что нападение было. Вот вы, мама одного из этих деток, там нападение было, или вот они друг с другом дрались, а дети действительно защищать, полезли просто их. Нет, никакой драки не было, это было умышленное нападение на конкретный класс. Ну, мы желаем здоровья вашему ребеночку, поэтому, чтобы все хорошо было, чтобы хорошо закончилось. Спасибо вам большое, что были на связи. Оставайтесь, наверняка вы смотрите наш канал, если вдруг захотите где-то вклиниться в нашу беседу, пожалуйста, звоните, с удовольствием вас выслушаем тоже. И вот эта тема, да, которую нам Инесса зовут, маму ученика 4-го Б-класса 127-й школы Перми, мы ее тоже обязательно затронем, потому что это такое, надо следить. Вот сегодня опять телеграм-канал Мэш, они разместили видео, как этот же ребенок, который напал, когда ему было 11 лет, просто со шваброй бегал по кабинету, прыгал по партам. И тогда, видимо, не обратили внимания, хотя нет, обратили его на 2 года от школы, на самостоятельную учебу, но все-таки он как-то вернулся, все-таки он как-то попадает. Поэтому да, здесь, наверное, какое-то комплексное решение. Я бы сейчас хотел побеседовать с руководителем отдела развития инфраструктуры комплексной безопасности Комитета образования администрации города Сараполя. Петр Николаевич Ляхов, пожалуйста, микрофончик передайте. Мясо да вниз. Петр Николаевич, а можно вот алгоритм действий, да, охранника? Вот охранник, когда он имеет право, вот мы сейчас говорили, да, затрагивали, вот проверить, сказать каждому, открой, имеет ли право посмотреть. Или это вот, ну, зависит от того, хочу, открою, хочу, не открою. Вот алгоритм действия охранника при виде подозрительного школьника хотя бы. Ну, в соответствии с законом о частной охранной предпринимательской, охранной и детективной деятельности, охранник имеет право провозить досмотр личных вещей всех людей, которые приходят в учебные учреждения. Но, если так рассматриваю, то физически проверить, например, 1200 портфелей он не сможет. Охрана осуществляется у нас не только охранными предприятиями, сотрудниками охранного предприятия, но у нас везде в школах и в детских садах дежурят дежурные администраторы, которые помогают охранникам при осуществлении контрольно-пропускного режима, которые также встречают детей, классные руководители, там, младших классов встречают их, потом их проводят непосредственно до места проведения занятий. Пронести, пронести что-то в рюкзаке, конечно, это можно. Но здесь, как правильно уже сказали и коллеги, как правильно сказали учащиеся, что любой пронос какого-то оружия, наркотических, они преследуют какой-то умысел. Так просто пронести, смысла в этом нет. Какой-то умысел. И вот чем раньше те же самые его друзья выявят этот предмет, который и сообщат об этом учителю или директору, тому же охраннику, тем можно будет раньше предотвратить какую-то беду, которая может возникнуть в данной школе. Для цели осуществления контрольно-пропускного режима у нас в городе Ставрополь в 30 школах установлены турникеты. И пропуск учащихся осуществляется при личных карточках. Без него уже не зайдет. Уже не прогуляешь до школы. Пройдешь, да. Кроме того, родители, которые там приводят на кружки своих детей, тоже имеют личные карточки. Списки положены этих людей на посту охраны, где охранник сверяет именно тех лиц, которые часто посещают школу. Посторонние лиц пройти будет довольно сложно для того, чтобы совершить противоправное действие. Ну вот я по поводу посторонних лиц хочу подтвердить не только противоправное действие. Мы вот сейчас разговаривали перед эфиром. У меня сын в 14 школу ходит на баскетбол, там детско-юношеская спортивная школа занимается. Я до сих пор не уверен, что он на баскетбол туда ходит, потому что меня ни разу не пустили на входе, чтобы я хотя бы посмотрел, чем он там в спортзале занимается. Сергей, вот вы задавали вопрос учащимся, а это вопросы воспитания. Вот что мы должны взрослые делать, это воспитывать сознательную дисциплину и отношение к окружающей жизни нас. Воспитанием мы должны заниматься не только в школе, а начинается это воспитание из семьи. А мы помогаем семье воспитывать. И вот если мы воспитаем активную жизненную позицию у тех детей, которые здесь присутствуют, тогда им это не будет безразлично. Да, они увидели. Они увидели баллончик, который можно пронести. Они увидели даже простой перочинный нож. Но если он промолчал, вот тогда будет беда. То есть мы должны, взрослые, а это опять-таки не одна только школа, а должны мы всем, всем миром воспитать активного гражданина, который заинтересован, а мы взрослые в первую очередь, заинтересованы в том, чтобы мы жили в спокойном мире. А что у нас сейчас вот получается? Вы хорошую тему затронули. Случай в Перми. Казалось бы, мы, наша задача, задача администрации, школы, любого образовательного учреждения, это защита жизни и здоровья детей. Кто нам должны в этом помочь? Родители? Даже после этого случая говорим, мы же стоим, правильно, Петр Николаевич сказал, администратор обязательно внизу находится, вместе с охранником. Предъявите, пожалуйста, паспорт, и мы вас пропустим. Боже, что мы слышим, даже вот в эти дни, вы понимаете? Да, 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 у нас одну гостью мы сегодня... Надо воспитать и родителей, так же нельзя. Одну гостью мы позвали сегодня в студию, у нее по техническим причинам не удалось. Алексей, наверное, знает, да, в Фейсбуке сегодня была история, да, когда девушка просто поскандалила с охранником, который без паспорта ее не пустил в школу. Но мне кажется, в такой ситуации нужно... Ну, вот там и охранник, видимо, перегнул, судя по тому, что написала, да, но все-таки нужно с пониманием относиться, да, Евгений, вот к таким ситуациям, когда я, например, всегда с пониманием, хотите карманы, проверяйте хоть что делать. Ну, это же безопасность вашего ребенка, в первую очередь, понимаете? Можно сейчас, Евгений, мы вот вернемся к тему, вот эту закончим. А вот скажите, наших детей, вот кто охраняет, да, это что? Охранные предприятия какие-то, кто это? И это первый вопрос. А во-вторых, ну, там у них какие-то элементарные навыки, что-то есть охраны, там, скрутить кого-то? Потому что я знаю по школе моего сына, ну, там бабушка сидит на входе в форме, но бабушка. Охрану образовательных учреждений в Ставрополе осуществляют частные охранные предприятия. Из них 28 школ охраняются казаками Ставропольского казачьего общества. Все охранники, которые работают в охранных предприятиях, прошли соответствующее обучение в специализированных центрах по действиям, в случае возникновения каких бы то ни было чрезвычайных ситуаций, задержания правонарушителей. Все эти обучения, они прошли, имеют соответствующее свидетельство. Кроме того, вот бабушки, дедушки охраняют в соответствии с тем же законом. Не принимать на работу лиц, прошедших обучение, руководители охранных предприятий также не имеют. Они чем-то вооружены, какие-то вспомогательные штуки есть, там, бубинки, баллоны? В соответствии с тем же самым законом, охрана с использованием специальных средств образовательных учреждений не допускается. То есть ничего у него, даже дубинки нет? Ничего нет. Существует кнопка, тревожная кнопка, вызова оперативных служб задержания, которая также выходит в частные охранные предприятия, выходят эти кнопки и в неведомственную охрану. И здесь уже при нажатии кнопки надо дать должное, чтобы и правоохранительные органы очень оперативно реагируют на вызов этот, чтобы не допустить какой-то беды, если она действительно может возникнуть. Евгений, краем глаз заметил, наверное, ваш вопрос пробил, да, сейчас? Или вы другое хотели что-то сказать? Да, пожалуйста. Я хотел бы согласиться с последним мнением руководителей лицея 14-го и немножко дополнить. Вот здесь многие сейчас пытаются представить охранные предприятия, либо образовательные учреждения, как некий полицейский фильтр. Я думаю, что здесь вопрос несколько шире, гораздо шире, и он системный. И вопрос этот возросшей импульсивной агрессии нынешнего подрастающего поколения. И надо искать причины, откуда эта агрессия. Агрессия могла, может случиться. И в данном случае она случилась внутри школы, оно началось. Пусть это будет не нож, это может быть там вилка и все что угодно. Поэтому надо смотреть, что у нас идет с телевизоров, что у Лильберга в смартфоне, в каких социальных сетях и группах. То есть это нужно мониторить. Вопрос системный. И я думаю, ставить надо его гораздо шире. И не делать сейчас крайним там, либо директора, либо охранника. Потому что пройти с намерениями никто не заметит этого. Ну об этом мы говорили, да, когда дети, да, Николай Олегович, сейчас секундочку. О том, что мы говорили, что дети, когда заходишь просто посмотреть, он в 2 часа ночи из контакта вышел, да, но уже о чем-то говорит, да, где-то нужно за детьми следить. Где семья, которая должна была сидеть, да. Николай Олегович, мы к вашей теме плавно переходим. Конечно же, вот сейчас мы уже к ней практически перешли, но пожалуйста. Спасибо большое. Я изучил эту ситуацию, я разговаривал со своим коллегой из Перми. И мне скинули ролики, я буквально вчера или позавчера в своих социальных сетях выложил о том, что, ну первое, вот эти ребята, которые пришли, то есть это было реальное нападение на 4 класс. А давайте мы сейчас пока, я вот на секундочку, пока мы с вами сейчас беседуем, попрошу продюсера позвонить нашему коллеге в Пермь, да, чтобы она подтвердила наши слова. Вот сейчас можно звонить, да, набирать сейчас. Да. Пожалуйста, продолжайте, вы просите, что я вас перебил. Да. Вам прислали ролики. Первый момент, мне прислали ролики, то есть эти ребята, они употребляли наркотики длительное время. Более того, они, употребляя эти наркотики, выкладывали это все в социальные сети. А давайте посмотрим видосик, кстати. Пожалуйста, да. Я вот сейчас попрошу режиссера, да, вот это наше видео сейчас, это высший отдых, мы так его назовем, да, условно показать. Вот это как раз парень, который один из нападавших. Вот сейчас я попрошу и наших телезрителей, вам всем обратить внимание на экраны. И, наверное, сейчас будет вот он. А теперь паровоз. Мне на станции балдежный остановите, пожалуйста. Вот так вот балдеют настоящие пацаны с Садового. Это высший отдых. Одного смутило, что так балдеют пацаны с Садового. Но это адепатное поведение у человека, Николай Олегович? То есть он на камеру употребляет синтетические наркотические препараты. Школьник. Школьник. Причем он это делал длительное время. Это видели его, ведь там подписаны на него одноклассники. У него есть ровесники. Наверняка есть какие-то у нас инстанции, которые должны мониторить, сканировать и так далее. Понимаете, если сегодня, я не устаю повторять, если молодой человек употребляет современные синтетические препараты, а они психотропные, то у него рано или поздно возникают галлюцинации. Он может быть все что угодно с ним прийти. И они, понятно, могли вооружиться ножом и прийти. Они, может быть, думали, что они идут там курочек каких-то резать в компьютерную игру. И это реально так. Вот я каждый день сталкиваюсь с молодежью, с молодыми людьми. Причем, вот то, что я удивляюсь, человек употребляет 2, 3, 5 лет, родители даже не подозревают. И когда говорят, что... Ну там с родителями тоже вопрос, когда говорят, что ваш ребенок такое совершил, приходите, они говорят, о чем мы там забыли. Даже не подозревают. У нас звоночек, Николай Олегович, мы сейчас побеседуем. У нас на связи руководитель сети реабилитационных наркологических центров «Успех наций» в Перми, Ирина Агарельцева. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Ирина, ну скажите, вот вам что известно про вот этих нападавших парней? Действительно ли вот они вот известны в городе, во всяком случае в узких кругах, в ваших, как те, кто употребляет какие-то наркотические вещества? Давайте, знаете, наверное, будем говорить по факту о том, что на сегодняшний день каких-то официальных заключений ни ведомства, ни следственный комитет еще не готовы дать. И, наверное, это будет неправильно какие-то дела, скрупостивные выводы. Но, тем не менее, имея ту информацию, которая есть в общем доступе для всех граждан, которые могут с ней ознакомиться и в интернет-пространстве, мы можем сделать однозначный вывод, что один из участвующих, скажем, вот так, в этом, я не побоюсь этого слова, нападений на детей, на учительницу, молодых людей состоял на учете в психоневрологическом диспансере. И это уже официально подтверждено, да, то, что выкладывает в социальные сети, в общий доступ этот молодой человек, и вся она в страницах, это активное потребление, так мы можем себе предположить, психоактивных веществ, потому что меняется его состояние, меняется его поведение, меняется его речь и так далее и тому подобное. Да, мы можем предположить, что, в принципе, человек находится в активном потреблении, и этому человеку спешу заметить 15 лет. И здесь, говоря о проблемах, почему на сегодняшний день вообще это произошло, и Перми, это, скажем так, не показатель, это могло произойти в любом другом городе, лишь потому что доступность аналоговых наркотиков на сегодняшний день, она просто зашкаливает вообще любую адекватную реакцию людей, да, потому что купить наркотики может абсолютно любой человек на сегодняшний день через интернет. И в чем же проблема, да, если вот говорить об этом? Наверное, основная проблема, я соглашусь с многими коллегами, которые сегодня присутствуют в вашей студии, с многими коллегами, с которыми мы обсуждали эту проблему в Перми, да, это, наверное, все-таки безнаказанность в первую очередь, это безответственность, и это просто безразличие общества в целом к тому, что происходит. Я больше чем уверена, что на сегодняшний день интернет-пространство знакомо не только молодежь, но и родители, это учителя, это правоохранительные органы, и, на наш взгляд, нужно усилить контроль над интернет-ресурсами, над интернет-пространством, которым могут пользоваться наши дети. Это, безусловно, проблема, любая проблема, мы всегда говорим о том, что ребенок это как симптом семьи, и любая проблема из семьи. Как и насколько равнодушны родители к своим детям, к воспитанию, к своему ребенку, собственно, мы это и не... Ну вот, опять же, возвращаясь к этому вопросу, когда родителям сказали о том, что вот их ребенок напал, они сказали, да никуда мы не поедем, что мы там уже забыли, собственно. Мы уже этот момент упустили. Конечно, то есть, вот ребенок совершил преступление, и ребенку 15 лет, я спешу заметить, это их не просто какая-то духовная, моральная ответственность, это законодательная ответственность. И родители, в принципе, извините за выражение, плюют на это все. А что они хотят тогда от своих детей? Если они транслируют в своем поведении, как можно себя вести, и это никак не наказуемо для них. Знаете, вот есть хорошая поговорка, яблоко от яблок далеко не падает. Все, что мы сеем своих детей, то мы и получаем. Ну вот у нас сегодня... Да, пожалуйста, извините. Да, если мы на сегодняшний день будем говорить о патриотизме, если мы на сегодняшний день говорим о воспитании, целеустремленности, призвании молодых людей защищать родину, женщину, быть матерями и создавать очаг, то это одно. Но давайте посмотрим, что у нас транслируется на сегодняшний день в интернет-ресурсах и по телевидению. Агрессия. Мы спрашиваем, откуда у нас агрессия? А что мы видим? А чем питаются наши дети на сегодняшний день? Какой информационной пищей они на сегодняшний день питаются? Это раз. Другой вопрос, знаете, возникает, то, что да, был инцидент с тем же ребенком, с его диагностным поведением, он был отстранен от общеобразовательной школы. Вопрос, почему он вернулся в эту общеобразовательную школу, почему он не был определен в спецучреждении, для детей с девиантным поведением? Ну вот да, мы сегодня в процессе беседы и говорим о том, что это такой комплексный какой-то момент. И в принципе, то, что мы здесь обсуждаем, это логичные вещи. Ни один человек из тех, кто в студии находится, они как бы и не поспорят друг с другом. То есть бесспорные моменты, и вы озвучиваете бесспорные моменты. И здесь, в студии, мы слышим только бесспорные моменты какие-то. Да, к сожалению, вот самая большая, наверное, причина все-таки это безразличие наше общество. Как бы мы ни говорили, что бы мы ни говорили, какие бы сфермы и ведомства и так далее, что бы мы ни обсуждали, почему общество стало таким отдаленным друг от друга? Я не могу сказать о всех людях, что это так происходит. Но в большинстве случаев это так. Спасибо большое, Ирина. Да, да, да. Спасибо. Спасибо, Ирина. Спасибо большое, что с нами на связь. Вышли. Опять же говорю, если в процессе нашей беседы вы смотрите нас наверняка по телевизору, вы захотите что-то добавить, звоните. Я решите договорить свою мысль? То есть, первый момент. Транслировал он употребление наркотических препаратов в соцсети, и никто из его ровесников не сообщил. Это раз. Второе. Сегодня родители должны мониторить социальные сети своих детей. Это два. Третий момент. Но сегодня есть спецслужбы, которые в конце концов с 1 января вступил закон Яровой, который подразумевает мониторинг соцсетей. Следующий момент такой. Легкость. Вот то, что Ирина сказала. Ситуация и там, и здесь одна и та же. То есть, легкий доступ. То есть, любой подросток, в принципе, знает, как приобрести через интернет эти синтетические препараты. Сегодня, уважаемые директора, сотрудники, администрации, спецслужбы могут делать все для того, чтобы предотвратить со своей стороны. Но корень все-таки мы должны посмотреть. Мы должны, а, вовлекать детей сегодня в спорт. Корень должно быть сегодня нет. Нет адекватной профилактики. Два. Три. Нет адекватной работы с родителями. Вот прям реальной работы с родителями. И четвертое. Сегодня необходимо, еще раз не устаю повторять, необходимо сегодня все-таки включать спецслужбы и давайте прекращать вот этот легкий доступ к приобретению наркотических препаратов. Потому что, если молодой человек будет их употреблять, я даю 150% после пятого, десятого раза у него будет вот подобное. И это будет нож, это может быть отцовское ружье, это может быть топор, это может быть все, что он увидел в играх там про викингах. И он это все может пойти и применить на своих одноклассниках, в садик, куда бы он не попал. Поэтому это беда. Акса, взяли микрофончик, пожалуйста. Да, я, знаете, у нас передача «Безопасность школ». И мы здесь, ну как бы все связаны, да, как так или иначе с образовательными учреждениями. У меня сын учился в Ставрополе, сейчас мы живем в Михайловске в школе. Меня приглашают по школам проводить какие-то лекции. И я не могу сказать, что наши школы находятся, ну как бы под угрозой какой-то. Безопасность есть, охрана есть, она работает. Я думаю, речь сейчас вообще о другом должна идти. Абсолютно о другом должна идти. Мы уже постепенно ушли от школ. Да, да. То, что безопасность, ну она есть в школах. Давайте согласимся. Сейчас там в интернете идут ролики за то, что там поставить металлоискатели, давайте вот, ну как бы выискивать деньги, поставим металлоискатели в школе. Зачем? Давайте выискивать деньги, чтобы обучать психологов. Чтобы у нас был штат психологов в школах. Я разговаривала буквально после этой ситуации. Психолог, который работает в школе, она говорит, Оксан, одной документации завалены. Проводим тесты, требования каких-то тестов, непонятных тестов. Психолог, который адекватно будет работать с родителями. Действительно, я проводила в одной из школ собрание для родителей по профилактике. И измученные родители после работы сидят, и видно, что они им быстрее бы уйти. Зачем это надо? И одна мама озвучивает. А зачем вы нам это рассказываете? Рассказывайте детям. Родители вообще, такое ощущение, что они не в адеквате живут и не понимают, что происходит. Родители действительно не видят, что их ребенок употребляет. Я работаю с этими родителями. Они действительно годами не видят, не видят то, что их ребенок в употреблении. Хотя мы можем с первого употребления понять, что ребенок что-то проходит. В школе должны проплачиваться такие специалисты обучения. Психолог школьный не может позволить себе обучение, которое проходит, например, платный. Кто платно, психологи принимают. Но к этим психологам родители финансово не могут пойти. Мы должны вот сюда вкладывать деньги, чтобы было расширение профессионализма и штата психологов в школе. И это первое. И работа с родителями в обязательно... Мы хотим с детьми там проводить профилактики, еще что-то. С родителями надо вести профилактику. Родители не понимают, что с их детьми. Родители с детства должны не подростков воспитывать. Подростков уже мы не воспитаем, уже пройден этап. Мы должны с первого класса с родителями разговаривать о таких ситуациях. Ну вот у нас есть штатный школьный психолог, пожалуйста. Да, я... Вот согласна, наверное. Я смотрю, сидите, киваете, да, совсем, что происходит. Я же говорю, мы сегодня, у нас моменты какие-то бесспорные. Абсолютно бесспорные. Буквально вот сняли с губ то, что я хотела сказать. На самом деле мы сейчас имеем с вами поколение равнодушных родителей, к сожалению. Что сейчас делают родители? Я практикующий психолог в школе. У меня 20 лет стажа, я вижу. Мы работаем с детьми по мере возможности. Служба в школе нужна, психологическая служба не из одного психолога состоящая. А психологическая служба, куда должны входить и психологи, и социальные педагоги. И они должны совместно сработать с медицинскими учреждениями, с правоохранительными органами для того, чтобы проводить профилактическую работу. Но, ко всему прочему, еще раз повторюсь, задача психолога состоит в работе с родителями. Мы работаем с детьми, мы ему помогаем. Он в школе один, он приходит в семью, видит абсолютно равнодушных к нему родителей. 70% сейчас равнодушных родителей. Есть, конечно, родители, которые стараются детям что-то дать. Но, к сожалению, в чем это заключается? Он приходит со школы ребенок, его ведут в одну секцию, во вторую секцию, в третью, английский, немецкий, какой угодно. Лишь бы ребенка не было дома. Почему-то родители сейчас считают, что чем больше они дадут образования ребенку, тем лучше будет. Но, на самом деле, еще Менделеев говорил, образование без воспитания – это меч в руках сумасшедшего. Понимаете? Ну, давайте мы сейчас будем друг на друга валить. Нет, нет, я не валю. Родители вам отдают, сбрасывают своего ребенка. Я не про это говорю, я говорю про то, что необходима служба, которая могла бы с этим заниматься. И с родителями одновременно заниматься, и с детьми заниматься. Я про это говорю. Мы на самом деле, безопасность, да, в школах есть, везде есть охрана. Стараются как-то чужих не пропускать, всех по паспортам. Но надо еще смотреть немножко глубже. Хорошо, с родителями надо заниматься. Я с психологом сейчас закончу быстро. Хорошо, вот вы, в смысле, да, вот с родителями обращаетесь, да, с родителями вы разговариваете. Теперь вот можете ли вы, мы все-таки будем к теме обращаться, да, как-то можно распознать вот таких детей, да, которые, вот сейчас вы как психолог, вы какие-то тестирования с школьниками проводите? Да, мы обязательно тестировали. Каким образом все это происходит? Да, у нас проходит обязательно тестирование, индивидуальная работа, групповая работа. Во-первых, по запросу, опять-таки, учителя не должны быть равнодушны еще ко всему прочему. То есть учителя говорят о проверьте вот этого, да? Да, да, учитель подходит и говорит, вы знаете, у меня проблема вот с этим ребенком, и он как-то вот себя ведет не совсем адекватно. И тогда мы обращаем на него внимание. Тогда мы с ним работаем более, ну, более глубже, углубленно работаем с ним. А потом уже смотрим, сначала, естественно, диагностика, сначала тестирование. А дальше уже составляется план работы, и ведется работа в течение определенного времени, пока этот ребенок находится в школе. Вот мы сейчас говорили, да, опять перед эфиром про гиперактивных вот этих детей, да? Когда у нас, вот у вас ребенок такой, ну, он гиперактивный. И вот родители считают, ну, гиперактивный, это вот диагноз, что я с ним могу сделать, да? Он гиперактивный, поэтому он прыгает, скачет, а то, что он всем мешает, это никого не волнует. В классе и подвергается опасности жизни и здоровья окружающих детей, это родители не волнуют. Я вот, мне так понравилось, Оксана, спасибо вам за поддержку образовательных организаций. Вы знаете, было же время, вот такое сказочное время, сказочная быль, когда у нас в штате образовательных организаций были социальные педагоги. Вот в 14-м лицее, это где-то 99-й, вот 2000-й год, было 10 социальных педагогов. То есть на каждую параллель был социальный педагог. В чем его заключалась задача? Это так же, как завуч по воспитательной работе, вот он работает с параллелью 5-х, 6-х и так далее классов. Вот тогда была работа, понимаете, можно было спросить, а сколько сейчас 1523 ученика? Это две штатные единицы на 1523. Вы спросите, а сколько у вас психологов, чтобы проводить? Один психолог в штатном расписании. Вот скажите, пожалуйста, это мыслимо. Было время, когда инспектора с нами жили в наших школах. То есть в каждой школе был прикреплен инспектор. Сейчас, да, есть, мы знаем, вот у нас Бобров Александр Александрович. Но он же не только на одну нашу школу, понимаете? И у него еще другие какие-то функциональные обязанности. Вот где тоже нужно посмотреть, чтобы общество было здоровым, если мы заинтересованы в этом. Наверное, нужно и здесь решать эти проблемы. Давайте будем немного ускоряться. У нас 18 минут осталось. Тема еще для обсуждения. Меня зовут Егоров Олег. К нам в реабилитационный центр не каждый день обращаются. Десятки запросов. Именно запрос подростков 14, 15, 13 лет. То есть наши психологи оказывают им психологическую помощь. Родителям. У нас есть группы для созависимых. Именно для родителей. Чтобы они научились понимать своего ребенка. И самое главное, делать шаги к его выздоровлению. Согласен, что в школе сейчас провал в этом. Потому что идет тотальное вовлечение молодежи именно в наркоманию. Они становятся распространителями. Они зарабатывают достаточно хорошие деньги на этом. И это соблазнительно. Соцсети. Все это способствует только наоборот вовлечению. И если нам всем не объединиться, школьным психологам, учащимся. Я думаю, вот ребята сидят, они отличники, молодцы. Но я думаю, они в своей школе знают 2-3 человека, которые употребляют наркотики. Или когда-то сталкивался с этим. Давайте спросим. Знаете вы кого-нибудь, кто наркотик? Ну, может быть, в школе, из друзей, из знакомых. Не знаете. Кто себя ведет немного неадекватно. Кто замечен в плохих компаниях. Не говорю только об одноклассе. Это все знают. На это не хотят смотреть, а делать на это акценты. Это замалчивается, закрывается. У нас недавно был случай такой, к нам обратилась мама, у нее сын 13 лет. Ему просто в школе старшеклассники дали попробовать воды. В эту воду они добавили наркотик. То есть они хотели просто посмеяться над ним, над его поведением. Парень получил очень серьезное отравление. Я не буду говорить, какая это школа, и дальше поднимать эту ситуацию. Но это было. И это становится все чаще и чаще. Сейчас 15-16 лет, это в их среде считается человек, который имеет уже опыт употребления 2-3 года. То есть он начинает употреблять в 12-13 лет. А все от того, что это модно. Это популярно. Сейчас не модно заниматься спортом, а сейчас еще что-то. Нет, сейчас модно заниматься. Но когда они занимаются спортом, очень многие к нам обращаются с такой же проблемой. Потому что там, где они занимаются спортом, есть старшие ребята, которые говорят, хочешь выжимать больше, хочешь пробежать больше. Есть средства, есть допинг. Мы тебе можем дать, мы тебе можем помочь. И так идет вовлечение. Мы сейчас требуем от ребят, мы говорим, а вы скажете, у кого видели нож, да, мы скажем. А вы скажете, у кого, а вы говорите, я не буду давать ход этому действию. Ну, дали ребенку, дали. Он получил отравление, не получил. Я вам объясню про эту ситуацию. Там все закончилось хорошо. Ну вот. Кто не заболел? Да, с парнем все хорошо. И с мамой все. И слава богу, что так все закончилось. А с этими ребятами, которые дали попить, что? А, все было проведено мероприятие. Я сейчас не буду просто вникать. Если хотите, я после эфира вам более подробно расскажу. После эфира, когда все угодно можно сказать. Алексей Анатольевич. Сергей, я хочу отметить такой момент. Вы сказали учителя, родители. Вот у нас в школе такая статистика, 30% учителей является родителем наших детей, которые у нас в нашей школе. Поэтому мы как никто, мы и учителя, и мы же родители. Я сам родитель двоих детей. И честно скажу, что да, я получил педагогическое образование, три высших образования. Но те меры воспитательных работ, которые в отношении меня действовали 30 лет назад, они сейчас не действуют в отношении этих детей. И я педагог, вроде бы с 13-летним опытом. И то я иногда захожу в тупик, что делать с ребенком. Просто взять ремень, сейчас это не прокатит. Надо с ним разговаривать. И даже я, еще раз говорю, с опытом, с практикой, я иногда вхожу в такие ситуации, что мне сложно определиться. Я думаю, что однозначно создал это то время, когда надо сделать определенное всеобучие родителям. Надо родителям давать готовые решения, как нужно поступать в ту или иную ситуацию. Потому что у нас родители начинают, когда нет решений готовых, таких правильных, проверенных, то родители начинают заниматься экспериментами над детьми. И потом появляется, что там на иностранном, вроде бы с хорошими побуждениями. Папа дает деньги, но папа не может просчитать, зачем давать 200 рублей, когда ему нужно на дорогу 40 рублей потратить. А когда он 160 рублей потратит? На что? И иногда просто откупается. Поэтому однозначно настало время. И я думаю, мы действительно будем думать на то, чтобы действительно давать какую-то информацию для родителей, помогать выходить из этих ситуаций. Это будет являться одним из решений той проблемы, к которой мы зашли. Я попрошу микрофон назад передать. Елена Николаевна Берегова, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав при правительстве Ставропольского края. Здравствуйте. Очень рады вас видеть снова в нашей студии. Как у нас по хорошим поводам обычные встречи, но сегодня нехорошие. Прошлые, наверное, были получше. Будем надеяться, что получше будут следующие поводы для общения. А вот скажите, в школах есть какие-то цифры? Сколько где-то на учете состоит, может быть? Сколько детей, на которых обратили внимание органы опеки какие-то? Что-то, что нам принято называть неблагополучными? Цифры, конечно, есть. Безусловно, цифры есть. Вот у нас на сегодняшний день по итогам 2017 года на учетах в органах внутренних дел состоит 1578 подростков правонарушителей. В крае, я надеюсь. В крае, да. А то это целая школа Ставропольская. Нет, нет, это в крае. Хочу сказать, что эта цифра ежегодно уменьшается. Это хороший показатель, но не в этом дело. Можно измерять цифрами все, что угодно, но ни людей, ни детей. Понимаете? Вот здесь, казалось бы, произошел случай. И даже если пострадал хотя бы один ребенок, это уже трагедия. Вот я хочу, знаете, что сказать? Вот правильно сказали дети сегодня. Я услышала, они сказали, если с учителем хорошие взаимоотношения, то мы скажем. Видимо, то же самое относится и к родителям. Если с родителями хорошие взаимоотношения, если дети доверяют взрослым, будь то учитель, родитель, они скажут. Либо поделятся, либо скажут, что у них болит. И как им поступать, они спросят у родителя. Они пойдут на улицу и какой-то легкий способ доступный, там, выпить, покурить или употребить наркотик. Правда же? Вот. Поэтому их надо любить, наверное, нам всем. И правильно здесь прозвучало уже, каждый должен заниматься своим делом. Врач лечить, учитель учить, психолог. Ребенок учиться. Да, а мы все вместе, наверное, охранять их детство, чтобы они росли счастливыми. Спасибо, спасибо. Пожалуйста, микрофончик у нас. Прицараемся и... Здравствуйте, Квашин Дмитрий, отец двоих сыновей, заместитель краевого совета отцов. Ну, я хотел добавить Алексея Хитрову, да, на самом деле позитива побольше в том, что действительно спортом занимается много. Я сам занимаюсь, мои дети занимаются. Я пришел в совет отцов, потому что Сан Саныч Резюк, да, председатель его, который тренер моего ребенка. Я сам пошел к нему тренироваться. То есть, я вижу тех ребят, я в этой атмосфере, да. Все здороваются, всех знают в лицо. То есть, понимаете, это как раз таки и есть форма, да, вот этой борьбы против, которая выражается в борьбе за. Да. Вот это и есть естественный отбор, в хорошем смысле этого слова. Ребята занимаются, подход такой. Там парень занимается, там, 13-15 лет, пропал с тренировок. Ну, месяц нету, два нету. Сан Саныч звонит отцу, говорит, слушай, а где пацан? Да вот, у него там другие какие-то проблемы в жизни. Он говорит своих ребят. Пацаны, ну-ка пойдите узнайте, что за проблемы в жизни. Реальные истории такие. Они узнают, говорит, да там что-то он попал в какое-то, знаете, вот о чем мы говорим. Нехорошее компания. Какое-то движение какое-то. Он говорит, ну пойдите проведите работу. Какие там подростки, там авторитеты у него, там и так далее. Понимаете, вот конкретно, вот эта работа проводится. Человек возвращается после этой работы, человек возвращается и говорит, я все понял. Я возвращаю в спорт. То есть, это семья. У нас есть союз федеральный, союз отцов сейчас проводит такую классную программу наставничества. Вот она продвигает в регион, мы сейчас этим занимаемся тоже. Дальше мы совместно с профессурой здесь, в Ставрополе, сейчас проект «Осознанный родительский клуб», под эгидой которого программа по профориентации детей как раз таки семи, седьмого, одиннадцатого класса. То есть, да, понятно, в случае, когда девиантное поведение и так далее, там поздно уже с подростками, ну где-то работать с ними надо силовыми методами, то есть учетом, психологи, принудительные вещи. Но мы говорим о том, что дети, когда не ориентированы в жизни, ими легко управлять с помощью таких вещей. Денег заработать где-то, получить удовольствие какое-то. Вот, в двух словах, у меня все не все так плохо, движение вперед тоже идет. Вот на моих глазах происходит. Спасибо, спасибо. Николай Олегович, можно микрофончик передать? Сейчас, секунду. Николай Олегович, две минуты, да. Вот у нас, я помню, что была какая-то история, связанная с поголовным тестированием на наркотики школьников. Кстати, если мы будем к этой теме возвращаться. Вот где это заглохло? Просто, что это заглохло, я уверен, я уверен. Заглохло на той ситуации, что не все родители дают разрешение на тестирование. Я говорю об обязательном тестировании. Это раз. И второй момент. Мы неоднократно в Министерство образования предлагали программу профилактики. Но на сегодняшний день конкретно, вот что такое профилактика употребления психоактивных веществ, ее нет как таковой. Есть энтузиасты, родители, спорт, есть те или иные люди, которые действительно вовлекают молодежь в спорт, в туризм, в поисковый. Но это очаги, понимаете? Сегодня в Крае должна быть внятная программа профилактики употребления психоактивных веществ. Вот сегодня она есть, она готова. Мы предложили Министерству образования, я считаю, что она должна быть, она на сегодняшний день ограничивается чем? Баннера какие-то повесили там, какую-то лекцию, может быть, где-то точечную провели и все. Но нету системной работы профилактической. Выделили деньги на баннеры, надо повесить баннеры, Николай Олегович. Ну это же так работает. Надо отчитаться, надо деньги обналичить, использовать. Поэтому освоить, освоить. Самый простой способ баннеры повесить, наверное, да. Сергей, тут проблема действительно серьезная. У родителей есть право отказаться. И получается, что это все нивелируется. Как и с прививкой Монтова сейчас. Вот есть ситуация, вот я буду отказываться, родительница говорит, мы ее заставить прививку не можем сделать. А мы как директора должны создать безопасную соль для других детей. Вот по прививкам, понимаете? Она отказалась. Мы ее не имеем права не пустить в школу, потому что мы тогда лишаем права ее на обучение. И в то же время мы и пуская ее, не дай бог заразить, это наша ответственность перед другими родителями. Поэтому, я думаю, эти вопросы тоже будут прорабатываться. Но я думаю, что родители, которые уверены в своем ребенке, вот родители вот этих вот пятерых замечательных, они не против, они не будут. С этими ребят проблем не будут. Пусть проверяют, что делать хотят. Они да. А вот такие сомнения, да. Зачем вот эти все истории? Мы сами разберемся. И, кстати, вот правильно сказали, Сан Саныч, мы работаем, рукопашники. Вот если взять статистику, аналитику, там не будет этих ребят, про которых мы говорим. Они на контроле, у них взаимоорганизация, они не могут потерять. А вот это потерянные дети, к сожалению, которые творят вот эти... Вы знаете, вот мы сегодня говорим о просвещении, да, о работе с родителями. Она никогда не прекращалась, эта работа. Она всегда проводилась, проводится и будет проводиться. Только к этой работе нужно привлекать специалистов. И я вот хочу сказать, что я благодарна своим родителям, которые после случившейся пришли с таким предложением. Правовое управление нашего главного управления МВД России по Ставропольскому краю, они обратились к нам с таким предложением. На что я как директор и моя администрация мы согласились. На сайте лицея будет вестись рубрика «Правовая помощь». Правовая помощь ученикам, родителям и учителям. Где вот работники как раз этого правового управления и будут предлагать нам всевозможные памятки, какие-то там беседы, лекции. Как вести себя в той или иной ситуации. Как себя предохранить от правоправных каких-то действий. Там же мы решили вести такую рублику, как «Вопрос юристу». И когда мы проговаривали, у них большие планы на будущее, чтобы вот в эту работу включить не только школы города Ставрополя, но и Ставропольского края. И вот знаете, как бы в заключении мы сегодня говорим о безопасности детей. Но мне хотелось бы сказать слова благодарности той учительнице, которая собой закрыла детей. Если бы она вот так не повела, то может быть жертв было бы гораздо больше. Это говорит о том, что мы учителя за безопасность тех детей, которые нам доверяют родители. А родители должны нам доверять. Есть человек, у которого даже в его профессиональной книжке в трудовой написано слово «безопасность». Это учитель ОБЖ. Поэтому я бы... Вот все-таки Сергей Анатольевич, преподаватель ОБЖ в школе имени генерала Ермолова. Вот случилась ситуация. Вот не дай бог, давайте. Вот такая, как в Перми. Как нужно? Вот нам сейчас нужно детям рассказать, как действовать в такой ситуации. Кого мы, кроме как учителя ОБЖ, об этом спросим? Ну, в первую очередь, дети, которые имели возможность, они покинули место происшествия, смогли укуриться. В первую очередь, эти учимы тому, чтобы они нашли, исходя из той ситуации, которая сложилась, единственный вывод, в первую очередь, обезопасили себя и свою жизнь. Вот, ну, естественно, роль взрослого здесь понятна. Ей ничего не осталось делать, кроме того, как защитить детей, хотя бы там ценой своей жизни даже. Вот, но здесь проблема, конечно, много глубже и комплекснее, потому что у нас, допустим, в школе фильтров этих много. Вот вы сказали, что этот ребенок по парте прыгал, там, со швабра бегал, никто внимания не обратил. У нас порядка двух советов профилактики проходит в месяц. Это где мы рассмотрим не только там по группам нарушениям, малейшая склонность к нарушениям. Уже мы вызываем, разбираемся, смотрим, психологи беседуем. Второй – это совет наставника. Ум, ребята, он присутствует. Каждый в младшем классе является наставником. То есть в помощь офицерам-воспитателям еще и они эти функции осуществляют. Воспитатели на классах, классные руководители, советка детской чести. То есть чем больше этих будет вещей и этих фильтров, тем, я думаю, раньше, на ранней стадии можно будет отследить эту ситуацию, принять какие-то меры и в дальнейшем не допустить. Но все-таки, вот как учитель ОБЖ, надо самому пытаться противодействовать? Ну, в первую очередь, конечно, надо обладать навыками самообороны, уметь защитить себя, уметь защитить своих близких. Парень с ножом. Школьнику убегать или забирать нож? Нет, ну, четвертый класс мы рассматриваем его взрослым. Если есть навыки, забирать, попробовать отбиться, если нет вариантов. Но самый простой вариант – это, конечно, покинуть место, если есть такая возможность. А вот мы сейчас спросим у ваших учеников, они бы в такой ситуации что сделали? Парни, вот видите человека, да? Ну, я примерно представляю, что вы сейчас скажете. Да, ну и тем не менее. Видите вот такого человека в маске с ножом? Вы будете убегать, что будете делать? На учителя нападает. Ну, лично я, имея базовые какие-то способности самообороны, взял бы какой-то подручный предмет и начал воспользоваться им. Тот же самый портфель. Он является хорошим средством, который может просто сбить врага с ног или же выбить нож. Стул, парта, все что угодно. Но если этого нет, и ты понимаешь, что человек, который стоит перед тобой и готов на все, чтобы сделать какие-то деяния, лучше, конечно, брать и убегать. Это нам говорит человек, который обладает навыками самообороны. А вот к нему, если мы не слушаем учителей, то вот к таким ребятам, наверное, прислушиваться надо. Тоже побежал? Если вдруг что? Ну, опять же, решаются навыки. Ну, я понял, да. Смотрим по ситуации. Конечно, нужно сохранить жизнь. Давайте мы сейчас посмотрим результаты голосования, которые мы запустили в самом начале. Обеспечение охраны безопасности в школах. Это задача государства, задача администрации школы, задача администрации школы и их родителей. А знаете, вот сейчас с первого числа поменялось же не только то, о чем мы говорили, да, не только закон этот вступил. Допустим, все органы государственной власти у нас в Ставрополе стали охранять, стали охранять не кто-то посторонний, там, не какие-то охранные учреждения, да, у нас Росгвардия стала охранять. Вот сейчас там тоже здание правительства, да, к примеру, администрации, все охраняют Росгвардии. Ребята вооруженные, нормально, с какими-то, вот, ну, не кажется ли вам, что спокойнее было бы и нам, и нашим детям, если бы вот подтянутый, крепкий полицейский охранял бы наших детей? Профессионал. Профессионал, поэтому, поэтому, говоря вот этом, обеспечении охраны безопасности в школах, что это дело? Ну, мне кажется, что все-таки это дело государства, это дело государства, и пусть, может быть, нашу программу как-то посмотрит кто-то и задумается, а может быть, мы действительно человека в бронежилете с автоматом посадим, и я буду вообще спокойно отводить ребенка в школу, и никогда не буду пережать за то, что с ним происходит. Простите, кому не успели дать слово в итоге по ходу нашей программы, ну, мне показалось, что высказали все желающие, может быть, просто какие-то дополнения не сказали. Спасибо большое, что пришли в гости, спасибо, что нашим частым гостям в студии, спасибо вам, уважаемые телезрители, за то, что были с нами на протяжении прошедшего часа, но это не значит, что нужно куда-то переключать телевизор. Оставайтесь на своем ТВ, впереди программа «День» с Анной Поляруш. Всего доброго, пока, оставайтесь на своем ТВ, спасибо. Аплодисменты